Кастоярское геологическое управление входило в пятерку крупнейших предприятий Советского Союза. Здесь, на юге Красноярского края, открыто крупное месторождение фасторитов. Они выбрасывались там различными видами транспорта. Сначала вертолетов не было, значит, часто на лошадях вьючных, иногда на элимках по водным притокам. Значит, запрасывались какие-то точки и изучались. Будет, верят геологи, обязательно будет. У неприметной сейчас точки на карте другая судьба. Он вообще был послан тоже на поиски угля, значит, туда. Но попутно с этим делом уголь он тоже нашел, но он нашел из лицово-цинговой роды. Здравствуйте! В этом выпуске исторической программы седьмого канала «Время через край» мы будем говорить о разведке полезных ископаемых на территории нашего региона. О геологоразведочной отрасли, в которой было занято 30 тысяч человек. Беседовать мы будем с заслуженным геологом Российской Федерации, почетным разведчиком недр Анатолием Павловичем Хохловым. С 1953 года он начал работать в геологоразведочной отрасли. Сначала техник-геолог, с 1981 года главный геолог ангарской экспедиции, затем с 1984 года начальник ангарской геологоразведочной экспедиции. Он первооткрыватель попутненского золоторудного месторождения. С 1996 года генеральный директор Красноярск геологии. Их маршруты пролегают по нехоженным местам. Не только летом, но и в зимнюю стужу исследуют геологи недра земли. И земля выдает им свои сокровища. Здесь, на юге Красноярского края, открыто крупное месторождение фосфоритов. Долина реки Сейбе перестала быть белым пятном на картах изыскателей. Сейчас работники Минусинской экспедиции уточняют контуры первого в Сибири месторождения фосфоритов. Ведут подсчеты запасов этого ценнейшего минерального удобрения. Как это часто бывает, вслед за геологами жизнь пришла в глухую тайгу. Анатолий Павлович, в 1953 году вы заканчиваете горный техникум. Чем вам предстояло заниматься? Какая была специализация? Специализация угольная была, поэтому я был направлен на работу в Красноярский край. Направлен на разведку Кукуйского или Какуйского каменноугольного месторождения в Матыгинском районе. Вы начинаете работать в Ангарской геолого-разведочной экспедиции. Это первое ваше самое значимое место работы. Чем вы там занимались? Ну вот занимался, участвовал в разведке. Так как у меня техническая должность была, занимался документацией скважин, опробованием угля до 1956 года. А потом в 1956 году уже перевели на региональные работы. Региональные – это значит широкий такой профиль поисков в определенных местах. Что за организация Ангарская экспедиция? Ну, Ангарская экспедиция вначале была организована, значит, вот для работы в Приангаре. Она в 120 километрах от устья Ангары. И горный район такой, Енисейский кряж, она вот эту центральную, северную часть Енисейского кряжа опоисковывала. То есть занималась поисками, значит, полезных ископаемых, в том числе магнезита, золота рассыпного, рудного золота. С 40-х годов база находится в Мотыгина. Само Красноярское управление было создано в 43-м году специальным постановлением Совета Министров. Она была создана в основном, видимо, в то время, надо сказать, что разрабатывалась урановая программа. Вот руководителем ее там выступал Бирьев в дальнейшем, значит. И вот, в первую очередь, видимо, с этим было связано первое, что ли, направление. Поэтому все партии, которые уходили в поиски, они всегда попутно занимались и так называемой радиометрией. То есть все активные зоны выявляли для того, чтобы потом их проверять. Вначале найти, а потом и создать базу для решения урановой проблемы. Таких сколько экспедиций было в крае? Определяющих их пять. Это вот Норильская экспедиция попозже создавалась, значит, это Ангарская, Миносинская экспедиция. И здесь в центре, вот примерно, да, западная еще экспедиция, которая работала на южных, вот Юлия, Рудник, и тут вот в центральной части Красноярского края. К ним постепенно, значит, вот еще присоокуплялись много экспедиций. И достигала в целом даже только на одни твердые полезные ископаемые до 13 экспедиции. Плюс еще были экспедиции, потом уже, когда на нефть направление здесь получили, геофизические и нефтяные. Это уже другое. А штат Ангарской экспедиции сколько насчитывал человек? В начале-то не так много было, в начале человек около 300, значит, а потом в период расцвета до 1600 человек доходил. Могли бы Вы назвать каких-то выдающихся деятелей? Ну, очень большую роль, вот в становлении в целом в то время, значит, экспедиции. Это сыграл главный геолог экспедиции, выходец из Ленинграда, Левсгод Андрей Вадимович. Это очень такой видный геолог, ну и начальник экспедиции Иванченко. В Красноярске состоялась выездная сессия Технического совета Министерства геологии и охраны Медр Союза СССР. Заместитель министра Беляевский выступил с докладом о направлении геологических работ 6-й пятилетки по Красноярскому краю. После заседания демонстрировались новейшие приборы для электромагнитной и радиоактивной съемок. Доктор геолога минералогических наук Юрий Алексеевич Кузнецок у карты ископаемых беседует с открывателем Нижнеангарского железно-рудного месторождения Медведковым. Ценные минералы, руда и уголь лежат в недрах Красноярского края. И задача геологов вызвать к жизни эти богатства. В 1946 году Котлеров и Медведков открывают месторождение, одно из самых крупных месторождений. Расскажите подробности. Это из Красноярска, группа была направлена, значит, вот. Ну, заявки были, это охотник заявку первую сделал там по поводу вот находки таких железных руд. Выслали специально этих людей, геологов, и они действительно быстро обнаружили вот выходы вот этих вот руд. И быстро организовали не они уже, структурное подразделение производственное, значит, детально. Сначала поисковые работы, а потом, когда определили бурением, что это очень значимая руда, они перешли к детальной разведке, и месторождение очень крупное. Но оно технологически сложно и до сих пор пока ждет своего часа, потому что действительно после этого и до этого уральские руды магнетитовые отрабатывались. Потом вот по Приангарию в Иркутской области, Коршуновское месторождение магнетитовое. Ну, ряд других магнетитовых месторождений в стране было, которые, во-первых, богаче, во-вторых, технологически легче, значит, дешевле было извлекать железо, поэтому на них было все. А это месторождение лежит до сих пор. То есть технически это выглядело, ну, или как в сознании обывателя, это выглядит так. Геологов отправляют в тайгу, где-то говорят, вот здесь ищите, и они там что-то начинают искать, просто с молотками. Ну, это не совсем так, значит. Дело в том, что все равно какие-то сведения об общих полезных ископаемых, ну, скажем, известно же, что вот рассыпные месторождения работают уже больше 150 лет, даже уже, наверное, 180 лет. То есть известно, что район, скажем, вот Энисейского кряжа, он богат, был рассыпными месторождениями золота. Там тысячи буквально старателей, значит, вот это время, ну, до советского периода работали. Поэтому если доправлялись на какие-то работы, это то с направлением, чтобы обнаружить коренные источники золота. И так любое, угольное, допустим, месторождение, скажем, вот и Тунгусский угленостный бассейн, известно, если направляли туда, то всегда знали, что где-то можно уголь искать. Ну, и так далее. Железо, свинец и цинк, как вот, например, в 1956 году было открыто крупное Боревское месторождение свинца и цинка. Оно под Ангарой. Открыто оно, в общем, случайно. Совершенно случайно. В соседней площади, с геологосъемочной экспедиции проходили, значит, разрез изучали реки Ангары. А в это время уже начали, первые гидростанции на Ангаре стали набирать воду вверху. Была полдоводная река, а тут, когда первые стали, они обнажили щетки в этих самых, в воде. И вот среди щеток обдорожили просто, глядит, это минерал свинца, сплошные вот такие вот, как бы, образования, значит, вот этого вот свинца. И вот так было открыто месторождение. Первая же скважина, которую задали, она очень большую мощность, почти по сплошным родам, значит, прошла. И поэтому сразу организовали Стрелковскую экспедицию, назвали Стрелковской, потому что на устье Ангары Стрелков, значит, вот, хотя, где-то километров, наверное, в сорока или чуть попозже, да, в сорока от устья месторождения расположено. Там создали поселок, и эта экспедиция работала и быстро разведала, в течение пяти или шести лет разведала это месторождение. Партнер проекта – Краевое учреждение культуры «Красноярский кинограф». На тысячи километров растянулась трасса, по которой потечет из Башкирии к заводам Сибири подземная нефтяная река. Строители уже форсировали Енисей, и сейчас пробиваются к станции Клюквенная, что в 60 километрах восточнее Красноярска. Вместе с нефтепроводом необыкновенное путешествие от Урала до Байкала совершает Иван Михайлович Мартышев на своей трубопрокладочной машине. Сейчас еще одно звено нефтепровода ляжет в траншею. Обязательства, принятые строителями к плену МЦК, выполнены. За две недели июля стальная нить протянулась еще на 11 километров. Красноярско-геологическое управление входило в пятерку крупнейших предприятий Советского Союза. Кто будет первым в цели? Кто зажжет факел, означающий, что есть газ, и верно выбран путь к нему? Платформенная часть сибирская, значит, она перспективная была на нефть и газ. 6 декабря в 19.00 в Гранд-Холл Сибирь самое рейтинговое и народное стендап-шоу. Наконец-то все любители острого юмора и небородатых шуток смогут воочию увидеть самых известных стендап-комиков. Заказ билета в 206-90-00. Было ли деление территории края по геологическим форматам? Ну, возьмите, скажем, норильские медно-никелевые руды, они к одним формациям приурочены, скажем, золоторудные месторождения, рассыпные, вот такие, как Энисейский кряж и Саянок, скажем, вот это вот. А, скажем, платформенная часть сибирская, значит, она перспективная была на нефть и газ. И в конечном итоге вот потом, значит, вот привело к открытиям и Рубченского месторождения, и Ванкорского. Кто ставил задачи в то время? Кто, где искать, что искать, кто руководил? Определялось, здесь у нас в управлении очень большую роль играл Виктор Андреевич Неволин, был генеральным директором, и главный геолог Шерман Марк Львович, значит, он фактически создал в какой-то мере свою школу геологическую. И они здесь, скажем, ну как бы формировали программу через экспедиции. Все экспедиции приносили какие-то предложения, защищали на научно-технических советах, а потом все эти отбирали методом отбора, демократично довольно, значит, но учитывая в целом запросы страны, потом везли в Москву и в министерстве утверждали эти планы. И когда их утверждали, они попадали под финансирование, и потом рассекалось финансирование, и работали. Это вот советская система. Почему в 60-е и 70-е годы такой был всплеск любви или интереса к геологии? Фильмы снимали, спектакли ставили, песни пели? Ну это тоже понятно, потому что в то время страна после войны оправилась и стала осваивать территории, которые отдаленные самые, вы знаете, тогда и полярные, и все эти экспедиции делали. И так же было вот здесь, для того, чтобы освоить какие-то районы, выбрасывались в первую очередь геологи. Как албазы, предположим, вот в Якутии, значит, там первые группы в районе Амакина, значит, вот нашли. Всплеск получился, конечно, вот где-то в конце 50-х, в начале 60-х годов. Значит, тогда много уделялось геологии, очень много внимания, поэтому и учебные заведения были заточены на это дело, выпускали почти все, во всех почти вузах и центральной части у нас здесь, в Сибири. Поэтому вот эта молодежь вся, она ехала вот на региональные работы, и поэтому первое время летом вот эти партии, ну группы или партии геологические, они назывались, значит, вот скажем, в ангарской экспедиции до 30-ти было, они выбрасывались там различными видами транспорта, сначала вертолетов не было, значит, часто на лошадях вьючных, иногда на элимках по водным притокам, значит, забрасывались в какие-то точки, изучались это дело. Вот это была романтичная идеология, это костры, гитары, значит, это сезон. Уже потом перешли, и технически возможность стала, скажем, буровые станки, перешли на круглогодичные работы, и вот эта романтика ушла. То, что стало, значит, как бы производство такое технологичное. В территории страны осваивались в зависимости от того, что там находится именно в недрах. Даже пример Норильск, возьмите, значит, вот Норильск, правда, это еще доорганизованная геология открыта урванцем в 22-м году. Он вообще был послан тоже на поиске угля, значит, туда, но попутно с этим делом уголь он тоже нашел, но он нашел и свитцово-цинковое рудо. На базе его месторождения, значит, вот их назвали эти месторождения, там, Норильск-1, Норильск-2, собственно, город Норильск и построился, значит, вот. И он работал так вот на этих рудах, и к 60-му году он фактически отработал эти руды. И вопрос стоял о том, чтобы вообще закрывать Норильск и вывозить. Но в 60-м году геологам удалось обнаружить очень крупное Толнасское месторождение, значит, вот тоже свинцово-цинковых руд. И благодаря вот этому они, значит, и до сих пор живут, но уже теперь не под государством, а под частными компаниями. Партнер проекта – Краевое учреждение культуры «Красноярский кинограф». До недавнего времени обживали здешнюю тайгу лишь и рыбаки, и охотники. Места эти славились безлюдными просторами, да тем, что неподалеку отсюда до сих пор ищут знаменитый Тунгусский метеорит. Будет, верят геологи, обязательно будет. У неприметной сейчас точки на карте другая судьба, когда закончатся испытания и появится в крае новое газовое месторождение. Бригада Сергея Александровича Дайнюковского – одна из лучших в объединении НИСИИ «Нефтегазгеология». У каждого из боровиков есть и опыт, и мастерство, и привычка к нелегкой работе. Трудность сейчас приходится им. Сложнейшие геологические условия, не говоря уж о климате и удаленности от дорог, от дома. И все же труднее всего ждать. Ждать, когда наступит тот день, который покажет, что все старания были не напрасны. Кто будет первым у цели? Кто зажжет факел, означающий, что есть газ, и верно выбран путь к нему? Где Красноярский край находится или находился на геологической карте страны? Красноярское геологическое управление, которое как бы накрывало Красноярский край по НИСИИ «Меридиану», то есть фактически от Таймыра и уже Туа, когда вошла в наш состав, фактически вот по всему НИСИИ, она входила в пятерку крупнейших предприятий Советского Союза. В 1974 году вы открываете Попутнинское золоторудное месторождение. Я просто начальником партии работал, значит, на этом месторождении, и бурили, и поэтому я и первооткрыватель. Я не знаю, что это я его прямо вот так молотком ударил и открыл. Нет, это вот таким образом. А вообще было известно, значит, еще давно, в царское время, на этом месте, значит, ну, работали старатели, которые били шахты. Но самая крупная находка была сделана немножко раньше, это в 1976 году, по-моему, даже, ну, в 1976, по-моему, Олимпиадинское месторождение было открыто. Кто его открыл? Открыли его геолог наш в Северной экспедиции и сотрудник Института Красноярского, к ней ГИМСа. Вот. Ну, открыли там пара. Один в Старом Керни, значит, нашел, второй канал украбил, и там была аномалия, он скрыл ее и опробовал, и получилось, значит, вот отличный результат. Тут залежи крупные очень, обычно раньше в советское время советское месторождение отрабатывалось, это крупные кварцевые жилы, значит, с крапленностью золота, а здесь залежи, часто с углеродистыми слан, углеродистые углистые сланцы древние. В целом для края, конечно, это большая была, было подспорье, потому что налоги и так далее в этот трудный период. Причем очень большую роль Савмэн сыграл, там, это вот руководитель, первый вот, и владелец, в том числе, и Олимпиадинского месторождения. Лично много в гнезд. Вот, занимался он рассыпями, он с Магадана приехал, оттуда артель свою привез, он тоже такие технологические, новые методики привез, он сразу стал по много рассыпных отрабатывать, и потом бросил все россыпи и переключился только вот на Олимпиадинское золоторудное месторождение. Рудное месторождение золотоносное, 5 грамм золота на тонну руды. Это было, было такое, а сейчас где-то они отрабатываются уже в районе 2-2,5 грамм на тонну. Какие самые важные месторождения в Красноярском крае вы бы отметили, вот за эти годы были найдены? Безусловно, Норильский район, это самое главное открытие, значит, это месторождение Котека, буроугольное, потому что они в центральной части, большой толчок для развития в целом этого дела дали. Вот, Горевское, Свинцово-Ценковое, Кокуйское каменно-угольное месторождение, это крупные такие дела. На юге, значит, вот, железорудное месторождение Краснокаменской группы, Малибденовое месторождение, вот, тоже на юге оно до сих пор работает. В Туве, скажем, тоже там хорошая рудная база, но она отделена, вот, если железная дорога будет, то там, наверное, можно будет тоже еще долго осваивать. Там есть Танталовое, Луктанзенское месторождение, очень крупное. Партнер проекта – Краевое учреждение культуры «Красноярский кинограф». Гигантский угольный разрез Котек. Здесь воплощаются планы создания крупнейших тепловых электростанций. Бородинский разрез – восточное крыло Котека. Миллиарды тонн угля лежат почти на поверхности. Теперь сюда пришла самая мощная горнодобывающая техника. Здесь начал свою биографию и один из первенцев «Красноярмаша» – экскаватор ЭКГ «12,5». Более 20 миллионов тонн угля в год отправляют бородинцы потребителям. С начала освоения разреза здесь добыто 300 миллионов тонн топлива. Юбилейную тонну отгрузила бригада Николая Ивановича Герменчука. Это почетное право было завоевано в упорном соревновании 45 экскаваторных экипажей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Существовала ли специфика Красноярского края по геологоразведке? Нефть в первую очередь сейчас возникнет. Это золотая промышленность, это угольная промышленность, которая в центральной части сейчас же работает. Все ли открыто уже сегодня? Фактически, когда уже новое время в геологии началось, ведь разрушили старую геологию, а новую я бы не сказал, что ее создали. И, естественно, за этот период, скажем, такие страны, как Канада, или Соединенные Штаты, или Австралия, значит, у них очень хорошая техническая база, значит, технологическая. Поэтому, естественно, применяются новые методы в поисках, геофизические, глубинные, значит, с самолетов, с вертолетов, все это делается. И, конечно, если бы эти методы, ну, это дорогостоящие удовольствия, применялись, то, конечно, говорить о том, что все открыто, это вообще глупо. По аналогии, скажем, с канадским щитом и так далее. Конечно, здесь можно искать, но методы надо применять не такие поверхностные, которые применялись в последнее время советские. Сейчас та система государственная, которая осталась, она очень слабая. А что-то открыли в новейшее время? Я пример приведу по Олимпиаде. Рядом с Олимпиадой есть благодатское месторождение, тоже золотое. Оно тоже неплохое, но содержание там 2,2 или 2,3 грамма на тонну, примерно в два раза ниже, чем на Олимпиаде, но крупное очень. Оно было известно тоже в советское время, и оно оценку получило в свое время, значит, но потом, когда рынок заработал, и Олимпиада рядом работала, его вовлекли. Попутнинское, которое раньше я говорил, тоже несколько раз увеличили, но все это, то, что было известно, значит, вот такое, ну, что-то, значит, вот прямо буквально, ничего не найдет. С 1953 года вы занимаетесь геологоразведкой в Красноярском крае. Какой период времени вы бы отметили особо? Конечно, для меня, как в свое время молодого, более привлекала романтика, что ли, значит, поэтому, конечно, это было интересно во всех отношениях. Ну, и молодой был, плюс семья молодая, все это было. Ну, а в целом, по качеству геологических работ я должен представить, что это, конечно, вот последнее время. Много чего было открыто в советский период. Да, открыто там все. А технологии вышли стали сейчас. Остается ли Красноярский край вот в той самой пятерке лучших или самых мощных геологических территорий? Нет, вы знаете, вся геология старая была разрушена, и много, это у нас еще вот здесь, это может быть одна или две всего вот таких предприятий, как та, что сохранились. Остальные все канули в лето. Сегодня другая геология. А да, может, и правильно я скажу. Раньше, вот я говорил геологу в ангарской экспедиции, 350 человек, вот сейчас вопрос, зачем они нужны, значит, сейчас совсем другое время, сейчас меньше, меньше можно сделать, потому что новые технологии совершенно, значит, поэтому они не нужны. Уже такие армии, значит, все, время другое. Спасибо вам большое. Пожалуйста.